Кононову нужно время чудес не бывает. Российский футбольный союз избрал нового президента, частично был изменен состав исполкома. Туда вернулся владелец Спартака Леонид Федун, который не был задействован в управлении организации почти пять лет. В интервью известием Леонид Федун прокомментировал итоги прошедшей внеочередной конференции РФС, оценил перспективы Александра Дюкова на посту президента Союза, а также выразил доверие главному тренеру Спартака Олегу Канонову. Федун призвал оценивать работу Черчесова после 1-8 финала ЧМ-2018. Почему вы поддержали кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС? Я знаю его как успешного менеджера нефтяной компании, моего коллегу. Дюков добился впечатляющих результатов. Поэтому у меня нет сомнений, что те технологические наработки, которые у него есть, а также опыт в построении организации и ее успешной работы будут применены в футболе. Я могу это только приветствовать. Александр Дюков более 10 лет проработал на руководящих должностях в Зените. Не будет конфликта интересов теперь, когда он возглавил весь российский футбол. Насколько я знаю Александра, для него задача развития российского футбола всегда будет приоритетной. Александр Дюков. Александр Дюков во время тренировки ФК «Зенит» в Дубае фото, ТАСС, Вячеслав Евдокимов. Из «Зенита славы» Александр Дюков готовится возглавить РФС. Первое лицо российского футбола выберут на безальтернативной основе. Когда в апреле 2014 года вас не избрали в исполком РФС, вы сказали, что этот орган не имеет никакого значения и не представляет для вас интереса. Теперь сами захотели вернуться или сделали это по чьей-то просьбе. Во-первых, меня попросили. Попросил Сергей Геннадьевич Пряткин, президент РФПЛ, вице-президент РФС. Известие. А во-вторых, есть несколько вещей, которые я хочу реализовать, находясь в исполкоме организации. Мне интересно просто сидеть и светить лицом. Я их уже и озвучивал, когда формулировал свое видение необходимых реформ в российском футболе. В первую очередь это связано с развитием детского футбола. Домашний стадион «Зенита» в 2021 году может принять финал Лиги чемпионов. У вас есть желание увидеть решающий матч Еврокубков на площадке открытия арена? Если наш стадион выдвинут кандидатом на проведение финальных Еврокубковых матчей, мы к этому готовы. Считаю арену «Спартака» лучше в Москве. И вы знаете, что FIFA очень высоко оценила уровень проведения мероприятий на нашем стадионе. Естественно, мы готовы принять любые соревнования. Арена открытия. Футбольный стадион открытия арены в Москве. Фото, РИА Новости, Антон Денисов. В январе появилась информация о смене структуры учредителей «Спартака» вместо компании из британских Виргинских островов. 70% акций клуба теперь владеют два собственника, зарегистрированных в России и связанных с Вагитом Аликперовым, президент и совладелец компании «Лукойл» и вами. С чем связаны эти перемены? От «Спартака» ждут не только побед, но и красивого футбола полузащитник «Красно-белых» и «Азгулеев» о победе в Катаре, возвращении в родной клуб и дисквалификации Хабиба Нурмагомедова, никакой смены учредителей «Спартака» не было. Просто идет определенная реструктуризация, связанная с законодательством о так называемых «КИК», контролируемые иностранные компании. Известие. Под это регулирование мы и провели изменения. «Спартак» в начале зимнего подготовительного периода выиграл турнир в Катаре, а затем неудачно проводил контрольные матчи. Подготовительный период не считается, улыбается. Уже 3 марта у нас игра с Краснодаром, там все и увидим. В этот день поймем, готов ли «Спартак» бороться за высокие места в нынешнем сезоне. Чемпионат возобновится для нас сразу двумя значимыми матчами, после Краснодара 10 марта нам играть с «Динамо». А потом еще предстоят встречи с «Зенитом» и «ЦСК». Так что уже в марте все будет ясно. Какой результат «Спартак» должен показать, чтобы Олег Канонов продолжал работать в клубе? Канонов в любом случае отработает свой контракт до конца, его договор с красно-белыми рассчитан до лета 2020 года. Известие. Мне нравится, как он взаимодействует с командой, как он строит игру. Но ему нужно время чудес не бывает. Олег Канонов. Главный тренер «Спартака» Олег Канонов. Фото, известие, Зураб Джавахадзе. У оперативного менеджмента «Спартака» в лице вице-президента Найля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова положение такое же. Им нужно показать конкретный результат, чтобы сохранить свои позиции в клубе. Мы пытаемся вернуть «Спартаковский» и «Стиль». Защитник красно-белых Николай. Рассказов о новом подходе к тренировкам под руководством Олега Канонова и победе в Катаре. А что им нужно показывать? У нас разве есть проблемы с финансами? Или проблемы с посещаемостью и инфраструктурой? Что еще от менеджмента нужно? Но ведь Измайлова и Родионова критиковали за увольнение Массима Каррера и трансферную политику. Убежден, что это были проплаченные акции против менеджмента. И мы знаем, кто все это проплатил. Дальше что? Я по крайней мере не вижу повода для претензий к нашим руководителям. Для меня есть один критерий, насколько выполняются те требования, которые стоят перед Спартаком. Это связано с имеющимися финансовыми возможностями, тем, насколько эффективно тратятся деньги, насколько эффективно управление командой и как выполняются планы главного тренера по селекции. Пока все эти вещи исполняются, никаких перемен не будет. Как только это прекратится, естественно, в клубе появятся новые руководители. Вы довольны итогами селекционной работы Спартака в зимнее трансферное окно. Итоги трансферной кампании будут подведены в середине мая, когда закончится сезон. Справка из вестий. Леонид Федун в 2003 году приобрел контрольный пакет акции российского футбольного клуба «Спартак», который в тот момент находился практически в предбанкротном состоянии. С момента прихода функционеров клуб «Спартак» стал чемпионом России лишь один раз. В 2017 году он также выигрывал Суперкубок России. Помимо этого, красно-белые пять раз завоевывали серебряные медали чемпионата страны, трижды пробивались в групповой раунд Лиги чемпионов. К достижениям Федуна можно отнести появление у столичного клуба собственного стадиона, который действует с сентября 2014 года. Арена вмещает 45 тысяч зрителей. Ее активно задействовали во время Кубка Конфедерации 2017 года и Чемпионата мира 2018 года.